День народного единства Мы хотим все по минимуму, чтобы мы эти родные тропы вот эти все сохранили Каким станет парк Малаховское озеро? Проект благоустройства обсудили с местными жителями Мы прям очень рады, что это все так делает Капремонт МКД не только преображает дома, но и утепляет их В Томилинских высотках завершают ремонтные работы Приемы самообороны доступны даже школьникам Проект «Самбо в школу» стартовал в округе А лучшие самбисты области выступили на чемпионате в Триумфе Сейчас об этих и других новостях подробнее Выступление лучших творческих коллективов Ярмарка изделий ручной работы и спортивные состязания В парке Наташинские пруды отметили День народного единства К массовым гуляниям присоединились сотни гостей и жителей городского округа Люберцы Вместе с ними в праздничную атмосферу окунулась и наша съемочная группа День народного единства в парке Наташинские пруды Развернулись настоящие народные гуляния Согреться в осеннюю погоду помогали не только горячий чай с выпечкой Но и спортивные состязания Силу и выносливость гостей праздника проверяли на различных испытаниях А любители изделий ручной работы могли посетить выставку День народного единства празднуется для того, чтобы показать людям, что мы все-таки едины И то, что нужно быть сплоченными и любить свою страну Вот мы стоим с флагами, мы вселяем патриотический дух нашим гражданам Виктория Спирченко завсегдатой концерта в честь Дня народного единства Впервые девочка выступила на этом празднике 10 лет назад Тогда ей было всего 4 Я думаю, что очень важно знать, что в нашей стране много национальностей И каждую национальность нужно уважать и не разделять людей Праздник, который объединяет жителей огромной страны В этот день россияне вспоминают о событиях 1612 года Тогда народные ополченцы совершили подвиг во имя свободы и независимости своей родины Дорогие друзья, всех с праздником, Днем народного единства, Днем Казанской иконы Божьей Матери Всем добра, счастья и благодати Божьей Когда народ един, он непобедим Абсолютно все трудности, они не то, что проживаются, они проходят Мы их побеждаем, мы их переступаем, идем дальше Праздничные концерты, посвященные Дню народного единства, прошли на нескольких площадках городского округа Люберцы Итоги прошедшей недели обсудили в администрации Противопожарная ситуация в округе, дорожные работы, а также вывоз и ликвидация мусора Эти и другие важные темы прокомментировали представители ведомств и эксперты 46 выездов по сигналу тревоги Такой выдалась неделя для люберецких огнеборцев За 7 дней спасатели поучаствовали в тушении 8 пожаров Из-за воспламенения квартиры на улице Миля погиб человек В ходе тушения пожара эвакуировали гражданку Асташевскую 1954 года рождения С отравлениями продуктами горения направлена бригада скорой помощи в стационарное отделение больницы И в ходе после ликвидации пожара был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения В преддверии зимы дорожные покрытия обработали противогололётными материалами Пешеходные переходы очистили от снега и наледи За неделю в прошлую было собрано и утилизировано 75 кубических метров смёта и 100 кубических метров мусора Выполнен ремонт тротуара на улице Транспортная Проведены работы по ямочному ремонту на улицах Преображенская, Побратимов, улице номер 12, улица Толстого, дом 27, Инициативная Юридических лиц проверили на наличие договора с регоператором на вывоз отходов Рейд прошёл в развлекательном центре «Октябрь» и ресторане «Дюшес» Так у кинотеатра договор отсутствует Сотрудники заведения не ответили, куда отвозят мусор и как его ликвидируют Контейнерную площадку во дворе многоквартирного дома захламляют представители «Дюшеса» На данной площадке у нас регулярно, ежемесячно фиксируется превышение нормативных объёмов отхода на 100 кубов в месяц И нетипичные для городской среды отходы, среди которых большое количество упаковок от древесного угля Опоздание по экстренному вызову зафиксировали представители системы 112 На вызов опоздала бригада скорой помощи Вместо 20 минут машина ехала 37 По данному факту ведётся служебное расследование Стартовало благоустройство парка «Малаховское озеро» Реконструкция призвана превратить запущенный зелёный оазис в современную территорию Отдыха на свежем воздухе Вот только эти преобразования не всем по вкусу Проект благоустройства у жителей Малаховки вызывает немало вопросов Представители рабочей группы дали свои разъяснения Частью пейзажа парка «Малаховское озеро» временно стала спецтехника Эту зону отдыха ждёт светлое будущее Скоро новые фонари прольют свет на вымощенной тротуарной плиткой дорожке За три этапа благоустройства в ландшафт парка грамотно впишут благо цивилизации Скамейки, урны, велодорожки и карусели Будут сделана детская площадка, будут установлены качели Чтобы эта зона приобрела действительно комфортную среду для всех жителей Скоро здесь станет комфортнее, обещают жителям Малаховки с баннеров Этим словам верят не все Благоустройство парка одних восхищает, других возмущает Малаховчане не против скамейки урн А вот вымощенные дорожки и аттракционы считают излишествами Валентина Мусаэлян гуляет вдоль берегов озера уже 30 лет Родные грунтовые тропинки, ей милее искусственного покрытия тротуаров Нам не нужны широкие такие полосы дорожные, забетонированные Зачем? Потому что это маленький дачный поселок, это не город Это не Рио-де-Жанейро, это не Нью-Йорк и не Москва Поэтому мы хотим все по минимуму, чтобы мы эти родные тропы вот эти все сохранили Активисты Малаховки опасаются, что бетона в парке станет больше зелени Власти успокаивают, бетона не будет вовсе А под топоры и пилы попадут только больные деревья на основании лесопатологического обследования Никто берег озера в бетон закатывать не собирается Две дорожки тропиночных, которые будут здесь сделаны с плиточным покрытием Это делается для, во-первых, маломобильных групп населения Потому что как инвалид-колясочник может проехать по... Вот, пожалуйста, тропинка, как здесь человек на коляске может проехать Остальная тропиночная сеть сохраняется Естественный ландшафт лесной сохраняется Первый этап благоустройства парка завершится в начале 2020 года Следующим летом в порядок приведут озеро и береговую линию Из бюджета Московской области на это выделят дополнительные средства В последний раз Малаховский водоем чистили много десятилетий назад Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ Благоустройство разделило поселок на два берега Одни жители с нетерпением ждут реконструкции А другие не перестают высказывать недовольство Глава округа Владимир Ружицкий в вопросе парковых разногласий Взял на себя миссию расставить все точки над «и» По этому поводу в культурно-досуговом центре «Союз» прошла встреча с жителями Малаховки Очень большая просьба, сберегите наше озеро, помогите нам, сделайте нам красивый парк Просьбы услышаны В недалеком будущем парк Малаховское озеро станет многофункциональной зоной отдыха Набережная, лодочная станция, пляжная и пикниковая зоны, детская и спортивная площадки Появятся на месте пустырей, сухостоев и сорняковых зарослей Эти перемены жители поселка видят во снах Правда, к некоторым виды благоустроенного парка приходят в кошмарах Консервативные малаховчане боятся, что милый сердцу зеленый оазис изменится до неузнаваемости Власти успокаивают, все тропинки и опушки останутся на своих местах Где исторические пляжи, пляжи останутся Где исторические тропы, мы их оставим, только обустроим и будет проложена плитка Будет освещение, мы ничего не выдумываем Мы ставим задачу, чтобы человек мог прийти сам с гостями, с детьми Погулять, пройтись, чтобы не было луж, не было грязи Была комфортная зона отдыха Экоактивисты Малаховки готовы пожертвовать комфортом и безопасностью всех жителей поселка во имя природы Уже сегодня в парке ведется очистка от мелколесия и больных деревьев Спецтехнику здесь считают незваным гостем, а санитарную вырубку браконьерством В лесопарке только 20% может быть деревьев, которые срублены 80% сохранение природного ландшафта На каком основании в квартале 66 снесено такое огромное количество деревьев, причем не больных? Сделана лесопатология, есть порубышный билет Мы ни одно дерево без согласования с лесниками к нему не прикасаемся Благоустройство не только не навредит природе, но и напротив поправит порядком пошатнувшееся здоровье лесопарка Впервые за полсотни лет Малаховское озеро и русло реки Македонка очистят от мусора Проект уже включен в программу «Экология и охрана окружающей среды Подмосковья» Начало работ назначено на июнь Но активисты напоминают Малаховский парк – жемчужина городского округа Люберце Наше Малахское озеро и наш Малахский лес – это оздоровительный центр живой Наш лес Малахский – это наши легкие И легкие – это, извините меня, еще Москвы, столицы От зеленого оазиса осталась только светлая память, уверены малаховские реалисты Они единогласны во мнении – легкие поселка срочно нужно подлечить Вместо оздоровительного центра под открытым небом они давно видят территорию забвения Я с детства здесь как бы нахожусь, никаких животных и экосистемы уникальной не увидела Последние годы то, что я здесь вижу – это разваленные деревья, пикники, пьяницы, алкаши валяются на пляже Причем в любое время года Таким Малаховский парк видят жители улицы Электропоселок, они его ближайшие соседи По грунтовым тропам каждый день ходят на работу и домой Когда вокруг проекта реконструкции разгораются споры, настаивают Благоустройством парк не испортишь Мы надеемся, что это будет очень красивое место с мангальными зонами, с лавочками Надежды, конечно, были маленькие, но сейчас они возрастают с каждым днем И парковая зона должна быть, и дай бог, что это все получится Первый этап благоустройства Малаховского парка планируют завершить в начале 2020 года Активные жители поселка войдут в рабочую группу по вопросам реновации Также ее участниками станут представители администрации, общественной палаты и лесничества Дарья Борисова, Алексей Андреев и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ Реконструкция Малаховского парка стала темой и областной пресс-конференции Глава округа Владимир Ружицкий рассказал о концепции благоустройства и ответил на вопросы журналистов Подмосковья Сегодня в лесополосе проходит санитарная вырубка деревьев Территорию готовят к благоустройству Здесь появятся зоны отдыха, набережные, пешеходные дорожки Решение реконструировать парк принято после общественных обсуждений Однако часть жителей Малаховки выступает против изменений Владимир Ружицкий уверен, что первые результаты реконструкции рассеют их сомнения Такой опыт в округе уже был Проходит там месяц-два, максимум три, когда мы все обустраиваем То люди подходят, благодарят, говорят спасибо Потому что эта территория начинает играть с совершенно другими красками Оценить результаты первого этапа благоустройства жители поселка смогут в первой половине 2020 года Следом за лесопарком в порядок приведут Малаховское озеро На его очистку из областного бюджета выделят 106 миллионов рублей Работы планируют начать в июне Многоэтажные дома Люберец приобретают новый облик В округе продолжается капитальный ремонт жилого фонда Масштабные работы проходят в Томилине Несколько домов микрорайона Птицефабрика изменились до неузнаваемости Смотря на эти дома, никто и не поверит, что они были построены несколько десятков лет назад Современный вид многоэтажкам Птицефабрики придала новая фасадная плитка На очереди к преобразованиям 28-й дом В задней части здания рабочие уже завершили утепление фасада Нашиваются минплита толщиной 150 миллиметров Дальше облицовываются сверху плиткой Дом 1982 года постройки Ранее в этом доме выполнялся капитальный ремонт кровли в 2016 году Также по программе капитального ремонта здесь были заменены лифты Тепла в своих квартирах жители высотки ждут с нетерпением Больше всего на холод жалуются на первых этажах дома У меня очень холодно Они всегда говорят, что как-то слив идет сверху И у нас поэтому батарея прям чуть-чуть теплая Щели везде дуло, везде крысы Но сейчас вот закроют, мы прям очень рады, что это все так делают Ремонт фасада проводят при любых погодных условиях За исключением сильного ветра Завершение работы намечено на конец декабря А значит, Новый год жители этого дома встретят в тепле и с новым фасадом 10 ноября российская полиция отмечает свой главный праздник День сотрудника органов внутренних дел Накануне правоохранители со всего межмуниципального управления МВД Люберецкой Отметили торжество, где их поздравили местные депутаты, депутаты Мособлдумы и представители власти Сказать всем, здесь кто находится, большое спасибо Пожелать мирного неба, счастья, любви и удачи Большое всем спасибо за ту работу, которую мы с вами делаем 102 года на страже порядка России Служба в полиции не просто род деятельности, а настоящий образ жизни Капитан Максим Коробко из династии правоохранителей Пошел по стопам отца и уже 7 лет горит любимым делом Несмотря на суровость профессии Эксперт-криминалист выезжает на места тяжких и особо тяжких преступлений, чтобы найти зацепки Мы постоянно пытаемся совершенствоваться, потому что наша работа очень близко связана с научной деятельностью Постоянно обновляются у нас методики и так далее Поэтому мы не стоим на месте, сама структура, она так или иначе люди черствеют в ней Потому что мы видим то, что не видят обычные люди Тот момент, когда ты помогаешь человеку, да, и вот это вот в его душе какое-то такое недоумение Что действительно так получилось, да, полиция нам помогла Они счастливы и рады, и вот это вот, наверное, дает толчок На празднике Максима Коробко отметили за заслуги в службе Всего этой награды удостоились 22 лучших сотрудника Люберецкой полиции 7 стражей порядка в честь события получили сертификаты на жилье Отдельная благодарность ветеранам Поздравления прозвучали от высоких чинов МВД, депутатов и представителей власти Основные показатели у нас улучшаются, за что я вам бессмертно благодарен И мы это сами ощущаем Основное, чем вы занимаетесь, это профилактика И это у вас получается, за что вам огромное спасибо Искренне желаю утром с радостью на работу, а вечером с радостью домой Также сотрудникам полиции вручили знаки отличия, почетные грамоты и памятные подарки А после официальной части для стражей порядка устроили большой концерт На сцену вышли лучшие творческие коллективы округа, казачий ансамбль и талантливые полицейские Подозреваемую в совершении серии краж задержали люберецкие полицейские Ранее судимая 30-летняя жительница Ногинска попала в объективы камер видеонаблюдения В одном из магазинов косметики на Октябрьском проспекте Зломышленница воспользовалась моментом, когда одна из покупательниц отвлеклась И похитила из ее сумки мобильный телефон Оперативники установили и задержали правонарушительницу через несколько дней, когда она вернулась на место преступления У стражей порядка есть основания полагать, что задержанная причастна к совершению кражи денежных средств Из сумки пенсионера в отделении почты По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье кража Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет Подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста За какую кражу? У кого? Где? Телефон по... Что с телефоном сделали? Забавный случай произошел в Кореневе В один из частных домов поселка забрался енот Хозяева незваному гостю, конечно, удивились Но проявили к нему заботу и вызвали на помощь специалистов Наша съемочная группа отследила эту необычную историю Незваный гость пришел к семье Никифоровых поздним вечером Зверек забежал домой через открытую дверь Звонки в МЧС и ветеринарные клиники не увенчались успехом Гостеприимным хозяевам ничего не оставалось, как накормить животное и дождаться утра Давали ему яблоки, бананы, он с удовольствием их поел Поел также корм кошачий Он расшвырял все коробки со шкафа и ночевал на шкафу Был слышен грохот, что уж он тут делал, мы боялись смотреть Соседи с улицы приходили помогать ловить, но у нас ничего не получилось Справиться с неугомонным визитером удалось лишь сотрудникам ветеринарной станции Врачи забрали енота и пообещали позаботиться о нем В течение 10 дней енот будет находиться на карантине То есть клинических признаков никаких, бешенства нет Агрессию не проявляет В принципе здоровый енот домашний Переложить проблему на чьи-то плечи, когда он через полдня придет в другой дом И станет проблемой других людей, наверное, просто непорядочно Мы хотели это сделать по-честному, но и в итоге получилось В Люберецкой ветеринарной станции енот-беглец пробудет до тех пор, пока не найдется его хозяин В противном случае зверька будут пристраивать в добрые руки В Люберцах чемпионов будут воспитывать со школьной скамьи Округ стал участником проекта «Самбо в школу» Благодаря федеральной программе в инженерно-технологическом лицее появился зал для занятий боевым искусством Его открытие совпало со стартом чемпионата Московской области по самбо Впервые площадкой для проведения соревнований стал дворец спорта «Триумф» Мы везде и всюду говорим, что Люберцы – это территория спорта Мы сегодня еще один шажок делаем в развитии спорта «Люберец» И я если сегодня хотел бы пожелать, пусть будет сильнейший На кону право занять место в сборной Московской области На ковре более ста спортсменов из десяти муниципалитетов К участию в чемпионате допущены сильнейшие самбисты региона Обязательное требование к участникам иметь как минимум второй взрослый разряд по самбо Здесь борются и мастера спорта международного класса И заслуженный мастер спорта у нас здесь борется И я про мастеров спорта вообще не говорю Тут целый рост серьезных спортсменов, которые конкурируют на самом высоком уровне Честь округа на арене «Триумфа» защищали 17 люберчан Мастер спорта Алексей Шкоров – самбист с 20-летним стажем Свой спортивный опыт передает воспитанникам Люберецкой школы номер 28 Растит будущих чемпионов, но и о своей спортивной карьере не забывает На ковер областных соревнований не помешала выйти даже недавняя травма ноги Я затопировал ее, болит, но во время схватки, как такое боли, ты не чувствуешь Поэтому борешься и борешься до конца, как говорится Ярослав Кузнецов о ковре больших соревнований пока только мечтает Приемы самбо школьник отрабатывает пять лет Делает первые успехи и ставит амбициозные цели Я хочу стать желательно олимпийским чемпионом Конечно, хочется, но как минимум стать мастером спорта Осуществить спортивные мечты поможет федеральный проект «Самбо в школу» В учебных заведениях страны он открывает залы для занятий единоборством И предлагает посвятить его освоению каждый третий урок физкультуры 850 российских школ уже приняли это предложение Среди них Люберецкий инженерно-технологический лицей Первое занятие по самообороне его воспитанники уже получили Мы учим детей элементам самбо То есть правильно падать, хулиган на улице напал Что нужно сделать, как освободиться от захвата И вот если ребенку это на уроке физкультуры понравилось То мы тогда предлагаем ему в этом же зале, в этой же школе Уже заняться профессионально нашим видом спорта Где будет с ним заниматься не учитель физкультуры, а тренер Проект «Самбо в школу» стал новой ступенью сотрудничества округа С Всероссийской Федерацией «Самбо» А сегодня в Люберцах этим боевым искусством занимаются около полутора тысяч человек По всеобщим надеждам федеральная программа поможет приумножить это число Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ Ветераны футбольных клубов вновь встретились на зеленом поле На стадионе «Торпеда» прошел 14-й турнир памяти прославленного люберецкого спортсмена Василия Дрюкера За звание победителя кубка боролись 8 команд из Люберец, Держинского, Лыткарина и Котельников Турнир посетили почетные гости Мастер спорта СССР международного класса Юрий Гаврилов И легендарный люберецкий футболист Анатолий Яковенко Ежегодно футбольный сезон в Люберцах заканчивается очередным турниром в памяти человека Который внес большой вклад в развитие люберецкого футбола Василия Дрюкера Мне посчастливилось играть с ним в одной команде 6 лет В 64-65-х годах, когда люберцы достигли максимальных своих успехов Дважды завоевав чемпионство области Вася был единогласно признан лучшим футболистом этих двух лет Как центральный нападающий Ветераны футбола показали яркую, зрелищную игру Сильнейшую команду определили на последней минуте финального матча Победоносный гол забила команда торпеда-люберцы Люберчан ждет активное и здоровое долголетие О самочувствии людей старшего поколения позаботится губернаторская программа Для пенсионеров она подготовила физкульт-подарок Бесплатные занятия спортом На виртуальную экскурсию по спортивным секциям округа Приглашает наш корреспондент Дарья Борисова Несколько раз в неделю культурно-досуговый центр поселка Октябрьский становится фитнес-центром Бессрочный абонемент на тренировки доступен всем жителям пенсионного возраста Сегодня возможностью бесплатно подтянуть физическую форму Регулярно пользуются 20 дам серебряного возраста Осваивать фитнес-искусство им помогает профессиональный тренер по аэробике Лариса Прибыткова Кстати, тоже представительница возрастной категории 50+. Мы не только поднимаем мышечный тонус Мы наполняемся позитивом Когда двигается человек, он просто абстрагируется от каких-то бытовых проблем Абстрагируется совершенно от проблем здоровья То есть он думает, не как к врачу Дайте он думает, как мне скандинавской ходьбой пройти 7 километров Занятия с фитболом – только верхушка спортивного айсберга К услугам старшего поколения чуть менее десятка направлений В физкульт-программу для проекта «Активное долголетие» помогали составить сами пенсионеры За любимые виды спортивной активности голосовали на портале «Добродел» Самое популярное на сегодняшний день – это скандинавская ходьба Ну, я хочу сказать, что и дыхательная гимнастика тоже людям нравится Люди начали сейчас интересоваться йогой Многие, ну, естественно, в миру сил старшего поколения они это выполняют Грудную клетку отводите за внешнюю правую ногу Раскрывайте тело, смотрите вверх, только вверх, через большой палец верхней руки Во дворце спорта «Триумф» редко пустует зал для йоги Асаны здесь осваивают 15 участниц программы «Активное долголетие» Занятие уже несколько лет не пропускает Наталья Ветрова Для меня это вообще очень-очень ценно Это дает мне то, что, видимо, природы мне не дано Состояние внутреннего покоя Если у меня какая-то необъяснимая тревога, то занятие йогой меня от этого избавляет С философией здорового образа жизни своих подопечных знакомит Виктория Никитина Инструктор работает с людьми старшего поколения с 2009 года Преподает йогу по методу Аингара, который подходит для возрастных посетителей Поскольку йога имеет такой арсенал поз, как поза стоя, скручивания, перевернутые позы, наклоны, прогибы Все эти позы усиливают жизненную силу, которая прячется очень часто в зажатом теле Если тело очень закрыто, оно сутуло, человек теряет силы на том, чтобы поддерживать свой баланс нормальный Записаться на занятия к Виктории можно в Управлении соцзащиты или Комплексном центре социального обслуживания населения Там же заявлениями ждут желающих заниматься любым другим видом спорта, доступным в рамках программы «Активное долголетие» Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ На этом выпуск завершен Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok